Нижнекамцев встречают аниматоры и ростовые куклы. В парке «Семья» развлечений было так много, что любой гость мог найти себе занятие по душе. К примеру, попробовать свои силы в перетягивании каната или проявить сообразительность в конкурсах. И даже принять участие в экологическом фестивале. Все есть для детей в любой точке. Мы как бы ближе к детям, поэтому я думаю, что для детей здесь все возможности. И поиграть, и отдохнуть. Очень много атрибутов, очень много интересных игр. И порисовать можно, и поиграть можно, концерт посмотреть. В общем, все здорово, все замечательно. Главная площадка праздника расположилась у торгового центра «Манзара». Разнообразие развлечений впечатлило всех. Это выставка ретроавтомобилей. Можно было не только смотреть, а даже посидеть за рулем раритетной машины. Желающих было много. Как только услышали звуки мотоциклов, решили сразу сюда прискакать, потому что у меня сын прям любитель мотоциклов. В общем, таких, тем более экзотических, да, такие мотоциклы не каждый день увидишь. А это уже ярмарка «Бахча-фест». От сельхозпроизводителей Нижнекамского района. С щедрыми дарами осени можно было не только любоваться, но и угоститься. Я все попробовала, это садоводские яблоки, из яблок выпекли вот такие вкусные пироги. Настолько вкусно, объедение, язык проглотишь. И даже вот дали мне розочку, чтобы я дома с удовольствием попью чай. Вот такая роза. Смотрите, как напекли, красиво. Красивой была и концертная программа праздника. Один из самых трогательных моментов – чествования молодоженов, которые связали себя узами брака в день рождения Нижнекамска. За ними будущее, потому что если каждая пара, а с ними если будет трое детей, а кто может больше, можно и больше, это будущее нашего Нижнекамска. Поэтому примите искренние слова поздравления, благодарности. Дай Бог, чтобы у нас все было хорошо. А молодым, тем, которые сегодня решили создать новую семью, я хочу пожелать только одного – что у вас все получилось. Семья – это ячейка общества, это основа государственности, но самое главное – это любовь. Ближе к вечеру стартовала яркая программа с участием творческих коллективов Нижнекамского района. Специальные приглашенные гости – трио «Казан Егетляре». Следом их сменили Ганс и Динара Рахимова. В унисон они исполняли песни на двух языках – как на русском, так и на татарском. Исполнители приезжают в Нижнекамск уже не впервые и многим успели полюбиться. Мне очень нравится Нижнекамск. Во-первых, тут очень хлебосольно встречают. Во-вторых, современный город не первый раз. И когда приезжаю, вижу, что город развивается, город растет. Приезжаю сюда с удовольствием, зовите еще. К вечеру на площадке стало по-настоящему жарко. Место проведения праздника и приглашенные артисты к каждому пришлись по душе. Очень весело. Нравится. Все шикарно, все на нужном уровне. Все классно. Все отлично. Мы поели сладкую воду. Было вкусно. Поели мороженое. Все супер, ребята. Все супер, концерт, топ. А концерт как? Вот сейчас все. Хорошо. Отлично, весело. Так прям энергия, прям прет. Да. Танцуем. Кульминация праздника. На сцену вышли хедлайнеры. Группа «Отпетые мошенники». Исполнили свои главные хиты. Нижнекамцы пели вместе с ними. Праздник завершился дискотекой под открытым небом. Мероприятие в этот вечер посетило примерно 25 тысяч человек. Денис Макаров, Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, Максим Липин. Новости НТР.